Добрый день. Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Мир человеческий» от Мартина Лютера до Томаса Гоббса. И следующий сюжет связан с именем нидерландского юриста первой половины XVII века Гуга Гроция. Человек драматической судьбы и непростой биографии, которая перед вами на слайде, Груций интересен сразу с нескольких позиций. Нам в рамках политической теологии он, безусловно, интересен как человек, живший в крайне агрессивной, как сейчас сказали бы, наверное, токсичной религиозной атмосфере. И в этом он немножко схож с Боденом или, скажем, со Спинозой, о котором говорить не будем уже. Но любопытно посмотреть, какой выход он находит из этой ситуации. Когда мы, собственно, начнем говорить о его воззрениях, мы увидим, что он полностью выводит религию за пределы своего рассуждения. «Я юрист», — говорит он. «Я юрист», — мы говорим о праве, не о Ветхом Завете, не о Новом Завете, не о религии вообще. То есть, как бы сказать, религия как предмет рассуждения эксплицитно отвергается им. И это, конечно, очень характерная черта его теории, поскольку можно, конечно, эксплицитно отказаться от религии, но нельзя уйти от религиозных коннотаций, зашитых в том числе на уровне языка в целом ряде категорий. Еще одно обстоятельство, которое оказывает формирующее влияние на биографию Гроция — это, безусловно, 30-летняя война, шедшая в Европе с 1618 по 1648 год. Я напомню, когда Гроций бежит в 1921 году из Нидерландов во Францию, то он проезжает через ряд регионов, разоренных войной. Он сталкивается с этим лицом к лицу и приходит в ужас. И к 1925 году, когда он издает три книги о праве войны и мира, он, собственно, начинает их рассуждением о том, что, послушайте, но мы же христианские народы, ну неужели мы не способны договориться о правилах войны? Ну хорошо, мы воюем друг с другом, но давайте мы договоримся, как можно воевать, как воевать нельзя, как цивилизованные люди, наконец. Потому что иначе это же невозможно. И поэтому целью Гроция, рамочной целью, в рамках которой все остальное, становится выработка правил войны и разработка, параллельно разработка самого концепта, самого понятия правил. Дело в том, что Гроций – это как раз тот автор, который вводит концепт правила, регула, в латыни, в политическую и в правовую теорию. В системе аргументации Гроций достаточно традиционен. Он отталкивается от разговора о конкретном человеке и о его естественном состоянии. То есть такой очень типичный для протестантской философской традиции модус говорения. При этом Гроций, я напомню, юрист. Юрист с классическим университетским, с холостическим образованием. И поэтому для него, обратите внимание, давайте сюда религиозный, если и не иммунитет, то отстраненность религиозная. Для него, смотрите, среди авторитетов не только юристы, но и Аристотель, не только протестантские авторы, но и те, кого он называет ученейшими-учителями, докторами с доктиссими. То есть Франциско де Витория, основатель исламовской школы, доминиканец, и Франциско Суарес, если угодно, научный внук Витории, иезуит, собственно говоря, богослов. То есть Гроций проявляет в данном случае достаточно большую широту взглядов, цитируя этих людей, опирая свое суждение на них, разбивая во многом их идеи. Человека он трактует в рамках аристотелианской парадигмы, как видно из цитаты, приведенной на слайде. Человек, я все зачитывать не буду, человек среди свойств, присущих именно ему, именно человеку, следует выделить что? Стремление к общению, вспоминаем аристотелевское, человек есть животное политическое, или общительность, но не всякую, обратите внимание, а стремление к спокойному и руководимому собственным разумом, вот у нас вторая характеристика человека, разумность, общению человека с себе подобными. И, собственно, именно на человеческом разуме основывается как раз вот эта идея правила, о которой говорит Груций. Правило, как некое максимоповедение, она стоит над правом, над моралью, над политикой, над религией. Да, она коренится непосредственно в человеческой природе. Груций даже перефразирует знаменитую мысль Франциско де Витории. Он допускает свою знаменитую оговорку «эцээмси», даже если. Даже если предположить, чего, однако же, нельзя сделать, не совершая тягчайшего греха, что Бога не существовало бы, внимательно, да, даже если предположить, что Бога не существовало бы. Все равно правила человеческого общежития остались бы такими же, как есть, поскольку они не зависят от Бога, а коренятся они в человеческой природе. Да, то есть перед нами вот здесь, вспомните, пожалуйста, разговор о Лютере и о Кальвине. Перед нами возникает картинка человеческого мира, да, мира людей и для людей. И, собственно, мира, в котором Бог как актор, как непосредственно действующее лицо, отсутствует. Вот. Среди правил, обратите внимание, да, Груций выделяет несколько фундаментальных, таких вот присущих человеческому разуму, в силу просто самого его существования, воздержание от чужого имущества, возвращение полученной чужой вещи, возмещение извлеченной выгоды, обязанность соблюдения обещаний, вот это предельно важно на это внимание, возмещение ущерба, нанесенного нами, и воздаяние заслуженного наказания. Вот эти правила составляют собой, такой, знаете, скелет любого человеческого права, говорит Груций. То есть на этом будет основываться все остальное. Собственно, из природы человека, из вот этих правил вырастает и естественное право человека. Я напомню о существовании двух возможных трактовок понятия естественное право. Есть аристотельянская, собственно, здесь вопрос не в свое право, понятно, в свое естественное, что мы понимаем под естеством, под природой. Одна трактовка аристотельянская, ее придерживается в частности Груций, ее дальше будут придерживаться сторонники теории общественного договора. Это трактовка, согласно которой под естеством мы понимаем человеческое естество, то есть человеческую природу, детерминируемую, я напомню, разумностью и даром речи, и стремлением к общению. А вариант второй, альтернативный, его еще в древнем мире предлагают стойки. Из юристов его будет описывать знаменитый Домицый Ульпиан, юрист третьего века нашей эры. Это когда под естеством мы понимаем вообще любую природу, то есть когда естественное право, это право, распространяющееся не только на людей, но и вообще на все живое на земле. В этом случае понятно, что в него будет попадать значительно меньше правоотношений, чем в случае с естественным правом к правам человеческой природы. Но возвращаясь к Груцию, он, конечно, аристотелик. Он, конечно, аристотелик, разумность прежде всего, и естественное право разумно. И естественное право, внимательно, прародительница, прародительница внутри государственного права. А почему же пра, спросим мы? Почему же пра? А пра, потому что непосредственным родителям, непосредственным родителям внутри государственного права, то есть то, из чего проистекает правовая система внимательно, любого государства. Проистекает она из обязательства, принятого по взаимному соглашению, или, говоря проще, из общественного договора. Из общественного договора. При этом для того, чтобы вступить в общественный договор, это на самом деле один из самых актуальных текстов Гроция, для сегодняшнего дня, для того, чтобы вступить в общественный договор, говорит Гроция, вовсе не обязательно давать словесное обещание, выступать с клятвой, не знаю, участвовать в дебатах, подписывать что-нибудь, не надо. Вы просто молча следуете правилам, по которым живет данный социум. Если вы живете по этим правилам, значит, вы их принимаете, значит, вы принимаете общественный договор, и на вас распространяются не только права, но и, разумеется, обязанности. А вот теперь смотрите, что получается. Если мы попробуем суммировать то, что было сказано о Гроции, то мы увидим, что он отделяет право от религии, с одной стороны, с другой стороны, он отделяет право от политики и от морали. Но если это так, если право – это самодостаточное искусство, а общественный договор – это предмет осмысления и регулирования права, то значит, порождаемая общественным договором общность государства, то есть, да, становится, обратите внимание, предметом регулирования права, а не политики. И вот это вот важно. То есть, для Гроция политика – это не гражданская жизнь. Для Гроция политика – это прежде всего межгосударственная политика, то, что мы бы назвали внешней политикой. Введение войны, заключение мира, соблюдение правил ведения войны. Я возвращаюсь к началу разговора о Гроции, что мы вообще-то говорим о правилах ведения войны. Вот это вопросы политического свойства. Начать войну, закончить войну, обосновать целесообразность войны – это политика. А вся внутренняя жизнь государства и его сама по себе суть – это вопросы права. Это вопросы права. Ну и, конечно, я ещё раз акцентирую ваше внимание на возможность присоединения к общественному договору тацитоконсенсу, молчаливым согласием. Значимость этого понятна. Это же даже если вы просто родились на территории, на которую распространяется данный договор, и не выражаете эксплицитно своё неприятие норм, вы принимаете этот общественный договор. Если вы эксплицитно выражаете своё несогласие и противостоите этим нормам, ну, вы либо становитесь, поскольку мы говорим о нормах права, вы либо становитесь преступником, либо вынуждены искать какую-то другую страну, где, возможно, действует общественный договор иной модели. И вот теперь мы уже перейдём к разговору в следующей части, к разговору об анатомии общественного договора. Спасибо.